Ну, где находятся самые опасные шпионы, мы теперь знаем. А вот где редкие виды останков динозавров, можно ли зазреть, узнаем прямо сейчас. Динозавров на карте России ищет Татьяна Павловичева. И почему-то я уверен в том, что она обязательно их найдет. Тань, доброе утро. Доброе утро, Тань. Еще раз доброе утро, коллеги. Доброе утро, Петербург. Действительно, на карте России более 30 мест, в которых были обнаружены останки динозавров. Петербург к этим местам мы перечислить не можем. Зато мы можем увидеть вот такую. Например, заднюю левую конечность гадрозавра, который некогда разгуливал по Благовещенску. И вот подробнее об этом виде динозавров и о других, которые населяли некогда нашу страну, нам расскажет Дмитрий Григорьев, доцент кафедры позвоночных СПБГУ и кандидат биологических наук. Доброе утро. Доброе утро. Да, нога совершенно замечательная. Действительно, она принадлежала утконосому динозавру, достаточно крупному, до 5 метров. Он был найден в Благовещенске. В Благовещенске очень интересное местонахождение. Там прямо на территории города скелеты динозавров огромные лежат. Вот много-много огромных костей там. Сотрудники изологического института Санкт-Петербургского университета вместе с коллегами из Благовещенска мы ввели раскопки. Раскопки и вот эти вот кости были извлечены. Как раз это вот стало таким центровым экспонатом этой выставки. И всего лишь два года назад. Да, раскопки велись несколько лет. Совсем недавно находка. Да, да, да. Ну, давайте также посмотрим на другого динозавра, который здесь есть на выставке, пситокозавр. Пситокозавр сибирский. На самом деле, пситокозавров очень много разных видов. И вот наш именно отечественный, это пситокозавр сибирский. Такой знаковый динозавр для России. Он, кстати, самый крупный из всех пситокозавров. Он был найден в Шестаково. Это Кемеровская область. Вот это так вот выглядит его череп. Вот это вот череп детеныша. Да, это вот как он выглядел. Это ящерица-попугай. Переводится с латыни как ящерица-попугай. Пситокозавр означает. И это, как ни странно, родственник, наверняка зрителям известного, Трицератопса. Трицератопса слышали? Ну, вот у этого динозавра тоже были рога. И он ходил на задних лапах, в отличие от того же самого Трицератопса. На местонахождении каждый год ведутся раскопки. В Шестаково вот, пожалуйста, здесь вот. Да, мы видим фотографии, в которых в том числе участвуют студенты. И студенты, волонтеры, студенты, студенты различных вузов, университетов. Это вот несколько местонахождений. Это Шестаково-3. Это вот прям врезка в дороге. И там раскоп уже много лет проводится. И вот это вот Шестаковский яр, где кости прямо сыплются из местонахождения. Там в свое время огромный, начал сыпаться скелет длинношеевого динозавра. Позвонок за позвонков из яра, вот так вот вываливались кости. И вот продолжают находить до сих пор. Ну, вот еще здесь мы видим одно из недавних открытий палеонтологов. Кулинда Драмей в 2014 году его обнаружили. Какое именно сделали открытие относительно других видов? Динозавр совершенно замечательный, потому что этот динозавр, первый российский динозавр, у которого были найдены мягкие ткани, у которого были обнаружены перьевой покров. И он уникален, потому что именно для этой группы динозавров перья, филамент, вот эти мягкие ткани, они были обнаружены впервые. До этого думали, что они были у другой группы динозавров. А теперь получается, что они появились гораздо раньше. То есть Кулинда Драмей замечательно перевернул российскую науку. Он даже попал на герб Чернышевского района, Забайкальский, значит, бегун из Кулинды. Кулинды – это вот урочище, где его нашли, ну, Забайкальский. Спасибо большое, Дмитрий. Ну и в следующем включении мы продолжим наше знакомство с динозаврами, которые некогда гуляли по нашей стране. Доброе утро, еще раз, коллеги. Доброе утро, Петербург. Ну да, знакомлю вас, амурозавры, но хотела сначала сказать, что вообще у нас в последнее время в стране произошла, можно сказать, динозавровая революция, потому что сейчас исследователи делают те открытия, которые ранее, скажем, еще 30 лет назад сделать было очень сложно. Например, даже один разрез кости может дать нам информацию о том, как быстро рост динозавра. А на примере амурозавров сейчас поговорим о том, что еще мы можем узнать, например, по слепку, по реконструкции черепа. Об этом нам расскажет Игорь Данилов, заместитель директора зоологического института. Доброе утро. Доброе утро. Да, коллеги, в данном случае мы видим реконструкцию черепа утконосового динозавра или гадрозавра. Обратите внимание, что этот череп снабжен таким интересным гребнем. Этот гребень мог использоваться для коммуникации, как считают ученые. Внутри него располагались воздухоносные полости, которые могли использоваться для звукового резонанса. То есть, в принципе, животные издавали звуки. Современные методы компьютерной томографии позволяют изучать внутренние структуры таких черепов, не повреждая их. И здесь представлен слепок внутренней полости мозговой, на котором видны разные структуры мозга, видны кровеносные сосуды, структуры внутреннего уха. И по относительному развитию этих структур можем сказать, как это животное пользовалось этими органами чувств. В частности, у амурозавра, судя по всему, очень неплохо были развиты обонятельные структуры. Он хорошо различал запахи. Для него это было важно. Ну и в целом эту модель мы тоже получили благодаря находкам нескольких костей. Да, в данном случае, так сказать, это реконструкция по нескольким особям, я даже не могу сказать, сколько здесь экземпляров. Здесь, может быть, десяток разных отдельных костей ученые смоделировали. К сожалению, пока целого черепа, такого целого черепа амурозавра найдено не было. Ну, мы также можем еще сейчас с вами посмотреть на челюсть амурозавра. Чем она, интересно, как он жевал, этот динозавр? Ну, в отличие от нас с вами, млекопитающих, значит, человека, да, у которых есть всего две генерации зубов, молочные и коренные, мы их теряем, от этого страдаем сильно. У рептилий количество поколений зубов, оно гораздо больше. А утконосые динозавры, которым является амурозавр, как я сказал, они отличаются тем, что они вообще эти зубы не теряли. Они эти зубы, все зубы накапливали, объединяли в так называемые зубные батареи, которые работали как единый орган для перетирания жесткой растительной пищи. Значит, в каждой челюсти могло функционировать несколько сотен зубов одновременно. Вы знаете, так же поступают жвачные млекопитающие, да, коровы в частности, которые жуют. При этом у них нижняя челюсть двигается вправо-влево, да, так сказать, жвачку они жуют. Так вот, у амурозавра, когда он смыкал свои челюсти, у него щечки немножко раздвигались. Вот его особенность была в этом. Вот мы тоже такую информацию можем понять благодаря костям. Спасибо большое, Игорь. Но я хотела бы еще воспользоваться эксклюзивной возможностью и в прямом эфире попробовать буквально прикоснуться к фрагменту тоже бедренной кости гадрозавра и попробовать, насколько тяжело весит, знаете, это, наверное, где-то 16 килограммов. Так что могу сказать, что труд палеонтологов, которые работают с такими фрагментами, тяжелый, но очень интересный. И сегодня открывается выставка, и вот этот экспонат можно потрогать. Он интерактивный, а поднимать нельзя.